...который пошумел потом в Лиге Чемпионов. На Камп Ноу выходят футболисты Барселоны. Сегодня не только весь Камп Ноу, не только вся Барселона, но и вся Каталония вместе со своей командой, которая должна совершить чудо. Кинет клуб по окончании нынешнего сезона. Вот таких футболистов отправил на поле с первой минуты. И вот такая схема, которая может показаться Синьеста и Тьяго Силова вместе с арбитрами этого матча Денис Айтыкин. Возглавляет бригаду, он из Германии, помогает ему Гвидо Клевьо, главный тренер Унаэмери. В потрясающей форме находятся уругвайские нападающие Парижа, Денисун Кавани, 37. И здесь... Надо выбираться Кевину Трапу из ворота, он не выходит, это, по-моему, гол у Барселоны. Открывает счет Барса на третьей минуте. Быстрый гол случился, Кевин Трап ошибается, застрял на линии ворот и пропускает, пропускает Парис Синь-Жермен. Та самая ситуация, когда, похоже, делает свою работу арбитр партнеру как раз по национальной сборной. И возникает пауза, которая еще раз нам с вами дает возможность увидеть забитый Луисом Суаресом гол. Вот здесь сказалось то, что обычно ставят вину Марку Верати. Он, даже находясь возле своих ворот, никогда не пытается... Иниеста lets it run, then tries to chase down a Marquinhos, so he's done well, Иниеста! Oh, and it's a second goal! And it really is game on here! Каламатес defending from Paris Saint-Germain at Barcelona! ...дefend this ball. Луисом Суареси tries to dive in. Маркинис is trying to let it run out of play. There's the big mistake. And Казио has a big swing at it. Maybe he could have done better. He goes from his foot onto his knee and back into the net. But great persistence. В штрафной площади рядом с ним есть Неймар. И вот такой забросик. И смотрите, Неймар штрафной! Пенальти! Поднимайся, показывает ему Денис Айтыкин. Вот так вот упал защитник Paris Saint-Germain. И казалось, упал он на Неймара. Помешал ему. Денис Айтыкин пошел к помощнику. Давайте сейчас попробуем разобраться, как здесь может быть не пенальти. А помощник наговорит пенальти! Да, назначен пенальти! Все-таки назначен пенальти Денисом Айтыкина. Итак, Леонель Месси против Ковена Траппа. Удар! Гол! 3-0! 3-0! И один гол остается до дополнительного времени. А Месси даже не думает праздновать. Он бежит к центру поля с мячом в руках, чтобы забивать еще, еще и еще. Но вот теперь настоящее испытание для Paris Saint-Germain. 3-0! После 4... Один из первых, когда реальную пользу приносит эти люди. А вот по менту Парижа удар Ковани! Гол! Эдинсон Ковани возвращает PSG уверенность в собственных силах. 3-1 становится счет на 62-й минуте. Ковани 38-й гол в 37-м матче этого сезона. Барселона не спать! И сейчас сквозь гул Кампноу наверняка прорвется Ери, Оджи, Эду, Мани, Сенья, Семпре, Матадор, Ковани. Потому что именно он будет его исполнять. Короткий разбег. Удар! Хороший удар! Есть же! Концовка будет! 4-1! Два осталось Барса. Два осталось и теперь становится очень важно количество минут, которые добавит Денис Айтыкин. На 88-й Барселона забивает четвертый. Кжега же Крыховика готовит к появлению в игре Уна Эбери. Великолепный удар на Ямар. Ковентрап не верил. Забивать, забивать. Еще один заброс на Суарес. На Суарес штрафной. Падает! Что там? Пенальти! Пенальти! Ой-ой-ой! Девятая минута! Слушайте, ребята! И желтая карточка еще защитнику, свалившему на Луисе Суаресе. Маркинис. Маркинис пропустил следующий матч. Он сейчас мечтает. 5-1. И забивает. 5-5 по сумме двух матчей. Но у Парижа есть гол в гостях на Компно. Альтыкин, рассказывай, сколько добавляешь? Черт возьми, это действительно лучший Марк Андре. Неймар. Левая нога. Заброш штрафную. Опознанный момент. Гол! 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 Сержи Роберто, Барселона. Это Барселона! Это команда, которая может все набирать. В пятой добавленной минуте Барселона забивает шестой мяч ворота Барис Энджермен. Вы простите, я сейчас не могу сказать то, что очень хочется сказать, но это мир-смерть. Это фан...